До того, как Неймар стал известен, он уже в 14 лет мог перейти в Мадридский Реал, однако трансфер сорвался из-за очень мутных причин, которые точно неизвестны до сих пор. До того, как Неймар стал известен, его отец уже прекрасно понял, как можно зарабатывать миллионы на своем талантливом сыне. И до того, как Неймар стал известен, болельщики запустили специальный сайт, где по сей день уйдется подсчет заработка одного из наиболее высокооплачиваемых футболистов современности. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня ты узнаешь о жизни Неймара до того, как он стал известен. Неймар Досилова Сантос Джуниор появился на свет 26 лет тому назад в ничем не примечательном бразильском городе Мажи Дас Крузис. Его отец в прошлом был футболистом и скитался по низшим футбольным дивизионам, перевозя со собой семью из города в город. После окончания карьеры, не сумев накопить достойную футбольную пенсию, Неймар старший трудился разнорабочим, в то время как мать будущей звезды футбола работала кухаркой. Наш герой часто присутствовал на играх своего бати и всегда мечтал пойти по его стопам. Старик, несмотря на то, что не стал суперзвездой, увидел в своем сыне неплохие задатки и начал его тренировать. Сейчас футболист вспоминает, что в детстве ему часто приходилось гонять мяч со старшими ребятами, которые поначалу относились к нему весьма скептически. Маленький, щупленький, но вместе с тем невероятно проворный и очень техничный. Он сумел не только быстро завоевать авторитет старших товарищей, но и привлечь к себе внимание скаутов. В 7 лет Неймара заприметили функционера из футбольного клуба «Сантос». Будущая звезда тогда жила вместе с семьей в городе Сан-Висентес, где играл его отец. А школа ФК «Сантос» из одноименного города находилась не так далеко, в 40 минутах езды. В те годы семейство Неймара особо не шоковало. Впрочем, как и всегда, а комната нашего героя выглядела как-то так. Короче, это предложение было неплохим шансом вырваться из бедности и заявить о своих футбольных притязаниях во весь голос. И Ней за него ухватился. Начиналось все с футзала. В 11 лет, когда маленький футболист уже подавал серьезные надежды и на большом поле возил ребят на 3-4 года старше себя, семейство ради удобства сына решило переехать поближе к Академии Сантоса. Это было судьбоносное решение, ведь Неймар прогрессировал семимильными шагами. Уже в 14 лет им предметно интересовался мадридский Реал. И бразильский футбольный Вундеркинд даже провел целый год в расположении молодежного королевского клуба. Однако окончательный переезд в Европу пришлось отсрочить. По одной информации, мадридцы отказались заплатить Неймару и его бате 60 тысяч долларов, которые должны бы были пойти на постройку второго этажа в их доме в Сантосе для бабушки и дедушки. Другие источники сообщают, что родной клуб восходящей звезды за куда большую сумму убедил отца Неймара остаться в Бразилии. А кто-то вообще видит причину в тоске молодого футболиста по солнечному отечеству. Как бы там ни было, преемник Пеле выбрал путь через бразильские терни ко всемирным звездам и не прогадал. В 17 лет подающий огромные надежды бомбардир подписал первый профессиональный контракт с родным клубом и уже во втором матче забил дебютный гол в большом футборе. Бомбасси на эскерто, шегу Роник Резалбетту, дизвил! Через год игры в основе он начал настолько круто качать права, что наехал на тренера за то, что тот не дал пробить ему пенальти. И в итоге этого же тренера потом уволили. Будущий по сути ноунеймом в мире футбола, а таковым является каждый игрок, выступающий за пределами Европы, он сумел пробиться в десятку лучших футболистов мира, а также получить награду за лучший гол 2011 года. Неймару Неймару Но это так, небольшое отвлечение от его спортивной жизни. А вот владельцы Грандовой Старого Света теперь не могли от нее отвлечься. После церемонии усиленных мира сего из области футбола сразу загорелась жопа, и за нашим героем начали следить еще активнее. Поговаривают, что к 20-летию главной звезды клуба на столе у президента Сантоса побывало около 10 предложений от ведущих команд мира, в том числе и от Челси Абрамовича. И еще через год игроком снова заинтересовался мадридский реал, который был готов выложить нереальные по тем временам 58 миллионов евро. Тут уже пригорело у босса Сантоса, и они быстренько переподписали с Неймаром новый контракт на улучшенных для звезд условиях, а это 6,5 евро в год на минуточку. Однако стараний управленцев хватило только на один сезон, ведь уже в 2013-м Неймар в возрасте 21 года стал вторым самым дорогим игроком в истории Барселоны и отправился покорять Испанию. За 4 года в родном клубе он успел наколотить свыше 100 матчей. Неудивительно, что руководитель Блоуграны, парочки Месси Суарес, подобрали именно Неймара. Но прикол в том, что Барса по разным сведениям заплатила Сантосу за игрока примерно столько же, сколько предлагал годом ранее ее главный конкурент. Так в чем был резон продавать игрока, которого всеми силами хотели удержать? Тут вот какая ситуация. Около половины прав на Неймара в то время принадлежала фирме, связанной с его батей, которая одновременно выступала, выступая сейчас в роли агента молодой звезды. И по инсайдерской инфе Неймар старший еще двумя годами ранее получил от Барселоны предварительный взнос в размере 10 миллионов евро, а после трансфера еще и около полсотни лямов отката, при том, что клуб, воспитавший его сына, довольствовался с ракетом. Неплохо сработал, да? Правда, за не слишком чистые бабки пришлось пободаться. Но ничего, буквально год назад бразильская прокуратура сняла все обвинения. Впрочем, эта история не задезморалила самого футболиста и он, засучив рукава и зашнуровав бутсы, принялся клепать голы за новый клуб. В свой первый сезон за новый клуб Ней забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. А это нифиговый такой результат для молодого игрочилы. Нашел лазейку, пас на Алвеса и удар головой Неймара! Один-один! На чемпионат мира 14-го года наш герой ехал хоть и 22-летним юнцом, но уже в качестве одной из главных надежд сборной. И все было супер, пока в четвертьфинале его не сломали. Колумби не вступил в единоборство, а наскакивал на бразильского игрока. Притом сломать могли навсегда. Слуша была в том, что позже я смогу ходить, потому что 2 сантиметра в сторону и футбол для меня бы закончился. В итоге Ней вылетел не только из турнира, но вообще из футбола на пару месяцев. А его родная Бразилия на своем поле была жестко изнасилована Германии на глазах у десятков тысяч болельщиков. Опять штрафную! Опять! Еще один! Седьмой! Щурли! У них все летит еще! Они мало того, что играют здорово! Все удары завершаются забитыми мячами! А только 79-я минута! 7-0! И раз уж мы заговорили о чемпионате мира того года, то тут грех не вспомнить все того же батя Неймара, спекулировавшего билетами на Мундиаль. То есть человек настолько жаден к бабкам, что ни на чем не гнушается зарабатывать. Ну ладно, черт с ним, куда интереснее, что сын этого Афирюги. После столь тяжелой травмы смог восстановиться фактически к началу нового розыгрыша трофея Ла Лиги. И завершил его с показателем 39 голов за 51 игру. Такая статистика позволила Нейю не просто насобирать кучу индивидуальных наград вроде лучшего бомбардира испанского чемпа, но и занять место третьего футболиста планеты сразу после Месси и Роналду. И это в 23 года! Да и в сборной дела начали потихоньку налаживаться. Неудача на Кубке Америки целиком и полностью перекрыла домашнее олимпийское золото с 16-го года. В Кубке Америки целиком и неудача на Кубке Америки. Этот момент Неймар назвал одним из самых счастливых эпизодов в своей жизни. А ведь она складывалась реально кайфово. Уважение на родине и в клубе, громадная зарплата и всемирная любовь с умеренной долей хейтеров. Но на горизонте засверкали катарские франклины, и у его батя-агента снова снесло кабину. Просто наложив огромную кучу на финансовый фейерплей, PSG заплатил Барселоне прописанную в контракте 25-летнего Неймара сумму отступных за футболиста, так называемую Клаусулу. Каталонский клуб тупо по приколу написал там три двойки с шестью нулями. Какой конченый заплатит 222 ляма? Вот этот! Хотя, теоретически, это мог сделать его батя, поскольку он перед уходом сына в новую команду получил от Барса 26 миллионов евро агентских, а потом еще и нагнул парижских олигархов на 40 лимонов. Делок каких мало. Что касается игрока, его тоже не обидели материально, и сейчас капитан сборной Бразилии батрачит во Франции за 100 тысяч евро. В сутки! Этот трансфер не только взорвал рынок футбольных торгов, но и всколыхнул умы болельщиков, которые не поленились запустить сайт для подсчета ежесекундного дохода самого дорогого в истории футболиста. Запретили его обижать и партнерам по команде. Грубые подкаты на тренировках против Неймара не делать. Пенальти бить только ему. К занятиям по оборонительной тактике не принуждать. В итоге наш герой охренел настолько, что начал в открытую заявлять, в каких играх он будет участвовать, а в каких нет. Мол, соперники слишком слабы, а поля у середняковых команд хреновые. Не годится его золотым ножкам смесить болото. И хотя за год проведенный во французском чемпионате Ней забил себе офигенную стату, что перед чемпионатом мира в России, что уже после мундиаля, бразильскую звезду продолжают сватать в мадридский реал. Поначалу такой трансфер казался просто бредовым. Во-первых, Неймар связан действующим контрактом с космической суммой отступных. Во-вторых, он бывший Блауграна, и ему не годится выступать за сливочных. Но учитывая сумасшедшую политику рынка, порядочность его агента и недавний уход Кристиану в Ювентус, такой сценарий имеет право на жизнь. И вполне возможно совсем скоро в нее воплотиться. Но это уже совсем другая история. Это была история Неймара до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных западных звезд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.